Где-то в начале июня 2024 года в около алкогольных новостях прозвучала такая новость, что Мексика хочет увеличить экспорт текилы из своей страны в Россию. На данный момент этот процент невелик, и вот они хотят увеличить процент до 20 из той производимой текилы, что они, собственно, делают. И, слушайте, наверное, все-таки они успешно движутся к этой цели, потому что текилы на полках разные, прям иногда очень хорошие, за адекватные деньги становятся много. И параллельно с текилой появляется мискаль, появляется сатол, который у меня был, ну, уже, честно сказать, давненько, но штука очень вкусная. И, собственно, несколько мискалей я тоже пробовал и сравнивал. И сегодня у меня оказался такой вот мискаль, благодаря моему подписчику. И помощнику, и, можно сказать, коллеге, и другу, Сергею Алексенко. Это Ростер Рохо. Ховен. Спиртной напиток мискаль. 43% алкоголя. Я приветствую вас на канале Миксдрин. Коктейли, напитки, домашние бары, все те вещи, которые вы абсолютно спокойно сможете попробовать у себя дома, если увидите такую замечательную бутылочку. Бутылочка выполнена из стекла, но декорирована. Я даже не знаю, на что это похоже. Больше, наверное, на какую-то глиняную бутыль, потому что здесь красная такая вот... Ну, красная краска с черными вкраплениями. И действительно напоминает издалека либо глину, либо какой-то терракот. Ну, в общем, что-то очень красивое, очень дорогое. И текила с петухом в нашем... в моем чате в Телеграме. Это, наверное, самая популярная стопроцентная текила, которую только можно встретить в моем чате. А это мискаль с петухом, который на российских полках появился, наверное, не так давно. Но благодаря Сергею уже оказался у меня. И я его сейчас хочу попробовать. Это первая бутылка из его последней посылки, которую я хочу открыть. И что он мне на самом деле рекомендовал открыть в первую очередь. Естественно, я ее сравню. Единственное, что я не знаю. Еще я буду сравнивать из глинкернов. Либо из таких вот... Ну, у меня есть две рюмочки для дегустации дистиллятов и два глинкерна. Вот еще один в коробочке стоит. Я подумаю, из чего лучше дегустирую, потому что по факту мне очень нравится аромат из дегустационных бокалов. Но, в принципе, мексиканцы пьют ее из шотов. Есть специальные... даже не помню, как называется... Мискалеты или как-то так. В общем, практически блются. Чай из них можно пить или саке. Очень напоминает, на самом деле, как пьют саке. Для начала попробую из дегустационных рюмочек. Ну, и, собственно, сравню с чем-нибудь. А потом уже в дальнейшем, может быть, дойдет дело и до глинкернов. Что могу сказать? Чисто по этикетке вообще не изучал вопрос. Здесь на этикетке, на самом деле, все написано. Производится в штате Ахака. Делается на медном аламбике двойной дистилляции. Класс Ховен. Из сорта Агавы Эспадин. Гринд Тахона. Не знаю, что значит гринд. Возможно, это регион. Состав вода подготовленная. Спиртотиловый на основе сока Агавы. Изготовитель. Консунтоле Мескалес и Агавос Мэттель. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции. Ахака. Доменциоле Консолит. Параха Эль Пачете. Сан Хуан Дель Рио. Лакалуа Охака. Мексика. Не, к сожалению, что такое гринд. Что такое тахона. Я сказать не могу. Урожай 2023 года. И самое важное. У этой бутылочки, что не так часто можно встретить мескаль с повышенной крепостью. Здесь 43% алкоголя. Еще у меня есть мескаль. Лая Скандида. Тоже не выдержанный. Не могу сказать какая-то текила. Но судя по этикетке, не выдержанный. Здесь 40% алкоголя. И также, кстати, Ховен. Тоже 40%. Это Брухо. 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 Не Бруксо, как я думал. А Брухо. Для начала, естественно, мескаль с петухом. Тугая пробочка. Пробочка искусная, но декорированная под натуральную. Красная крышка. Классно оформлена в цвет бутылки. Пахнет очень приятно. Цвет стекла, кстати, у бутылки тоже красный. Посмотрим. Сначала чуть-чуть. На пробу. Очень тугая крышка. Это на самом деле хорошо. Но открывать тяжеловато. Итак, на аромат. Аромат приятный. Здесь нет яркой копчености, как в том же Брухо. И на самом деле Лая Скандида. Но копченость здесь есть. Здесь ощущается приятная ванилька. Кремовые ноты. Полное ощущение выдержанного дистиллята. Ну, как, к примеру, какая-нибудь граппа, чача. Либо солдовые дистилляты. Здесь есть ощущение вот чего-то фруктового. Ну, и, наверное, какого-то, да, фруктового десерта. С добавлением масла. Что-то сливочное очень ярко ощущается. На вкус. Ух. Да, сухой, чуть ли не соленый вкус. Очень резкая. Очень ядреная. 43 градуса чувствуется. И здесь уже, на самом деле, во вкусе есть дым. Он не такой мощный, не такой яркий, не такой сильный, как Брухо. Но, я думаю, может посоперничать с Лая Скандида. Лая Скандида более фруктовый. Вот, если... Будем называть его в петухе. И здесь русалка. Да, русалка и петух. В общем, в русалке. Более фруктовые ноты. Даже, я бы сказал, более виноградные, на самом деле. Здесь более кремовые. Крем, ваниль. Вот сейчас слегка, слегка, слегка появляется дымок в аромате. Какая-то копченость, либо, может быть, запеченная груша, запеченный изюм, чернослив, что-то такое. Ну, тоже очень лёгко и больше напоминает именно сливочный, сливочно-фруктовый десерт. Русалка. Русалка имеет более свежий аромат. Вот на фоне этой Лая Скандида практически не имеет дыма. Ощущается лёгкая солоноватость. Ну, такие вот околоморские темы, как вот, может быть, у виски, на самом деле, дымного виски. И свежесть. Очень свежий, травянистый аромат. Пьётся слегка полегче. И здесь совершенно другой вкус. Это помягче. Именно, вот, может быть, своим вкусом. Но здесь больше резкости. Копчёность примерно на одном уровне. У одной и второй. Сейчас ещё сравню лоб в лоб. Это более травянистое. Вот прям, объективно, более травянистое, более запечённое. Именно по вкусу, а по аромату, наоборот, свежее. Ещё раз петуха. Петуха. Ох, резкая, колючая, острая и одновременно обволакивающая. Ну, как бы, вроде похожи друг с другом по общему ощущению. То есть, ты понимаешь, что, ну, что-то вот такое вот близко ориентированное на один вкус. Но в то же время совершенно разные. Да и пьётся по-разному. Ну, это мягче. Именно, что вот 3 градуса, ну, прям сильно ощущается именно по разнице восприятия напитка. Мягче, немножко маслянистое и травянистое. Да сложно больше описать что-то. Да, и более копчёное. Всё-таки больше копчёности именно в этой текиле. В этом мискале. Простите. Мискаль. Мискаль из сорта, тоже, кстати, эспадин, если я не ошибаюсь. Да. Агава эспадин. Эспадин. Всё правильно, оба эспадин, но обработка, вот этот вот подход к производству, уже итогового напитка, всё-таки даёт разницу. Насколько приятнее и нежнее пахнет вот этот, и настолько же он, на самом деле, речи во вкусе. Причём, это не только ощущение именно вот спиртуозности вот этих плюс 3 градуса. Это, возможно, даже какие-то колкие специи. Типа сычуанского перца и, наверное, чёрного перца. Здесь, в русалке, этой перечности нет. Именно вот этой травянистости, йодовости и солёности, ну, я, наверное, жду от мискаля. То есть, к такому я более привычен, это более необычное. Очень интересно. Сейчас попробую ещё немножко покопаться в аромате, всё-таки раз у меня оказались глинкерные, накапаем и обнюхаем обе эти, оба эти мискаля. Всё-таки не могу отстраниться, что Мексика больше ассоциируется с текилой. Сюда, Рохо. Сюда, Эскондито. Даже несмотря на похожесть, всё-таки вот способ обработки, возможно, кстати, есть разница не только в обработке, и в почве, и в каких-то технологических особенностях. Ну, из глинкерна, на самом деле, запах поближе друг к другу, чем это всё из шотиков. Всё равно аромат остаётся травянистый, чем-то напоминает лекарство типа какого-то алоэ, может быть, какой-то ромашки лекарственной. Очень травянистый аромат, и подмешиваются как раз вот шоколадные ноты. Приятно, мне нравится этот аромат. Рост Рохо. Здесь остаётся сливочность, нет такой травы, и... Ну, вот на самом деле, да, выступают какие-то фрукты, уже, наверное, подвяленные, возможно, немножко подкопчёные. Изюм и копчёные фрукты. Очень хорошо. Так, на вкус. Русалка, лая скандида. Копчёная, сухая, морская, йодистая. Эта трава превращается именно в травяной салат, такой вот... Луково-укропный. Очень хорошо. Да, есть ноты именно вот агавы. То, что вы ждёте от мискаля. Очень хорошо. Мне нравится сухая. Достаточно сухая, такая вот прям морская. Морской мискаль, не текила, мискаль. Рост Рохо. Более обволакивающий. Более насыщенный. Копчёность примерно на том же уровне. Но ощущается более сладким. И вот как раз вот эти вот фрукты из-под вяльно-копчёных становятся такими вот жиденькими. Прям густыми. В этих двух напитках есть пересекающиеся какие-то элементы, нюансы, вкус ароматика. Есть. Но они разные. И вот как разница была на самом деле между этим мискалём белым и выдержанным. Вот примерно та же самая разница между этим мискалём и вот этим мискалём. У меня полное ощущение, что здесь есть выдержка. То есть если бы он был чуть подкрашенным. Там капелька колера. Либо действительно выдержанным. Полгода-год. Я бы был уверен, что вот в этом весь прикол. Но он не выдержанным. Это просто элемент обработки уже по факту ресурса. Агауэ. Сорта Эспадин. Очень хорошо. Очень необычно. И если вы встретите вот эту вот бутылочку. И вы хотите приобрести себе мискаль. Я думаю, вы не разочаруетесь. Потому что это интересно. 43 градуса чувствуется. И они идут ему на пользу. Больше вкуса. Больше плотности вкуса. Больше обволакивающего какого-то эффекта. В данном случае более свежий напиток. Более чистый. Более травянистый. Более дымный. И вот какой-то солёно-морской. Эта суховатость. Она одновременно и увеличивает мощь. На первом глотке. И оставляет какую-то. Либо пустоту. Либо какой-то провал. После вкуса. То есть нет такого вволакивающего эффекта. Возможно плюс 3 градуса между этим и этим. Но здесь небольшое ощущение сухого джина. Вот наверное можно с этим сравнить. Да. У сухого джина тоже есть вот такой эффект. Ты глотнул. А потом нет какого-то вкуса. И наступает сразу после вкуса. Да. Более сухой напиток. Более выволакивающий. Всё. Наверное. По-другому описать две вот эти разницы я не смогу. Мне нравятся собственно оба. И оба я буду использовать. Хотя вот у Лая Скандида у меня чаще уходит именно выдержанный мискаль. Он такой прям мягонько вкусно-сливочный. Может быть он был бы по профилю наверное поближе к ростеру. Но вот именно сравнить мне почему-то захотелось этот. Очень хорошо. Очень вкусно. Серёга большое спасибо. Ты ещё раз удивил меня. Потому что такого профиля. Ну я в мискале на самом деле не ожидал. Особенно в невыдержанном. Если бы вот я ещё раз повторюсь. Здесь была хоть какая-то выдержка. Я бы понял этот прикол. А так. Это просто очень необычный напиток. В общем с вами был Дмитрий канал Миксеринг. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Указывайте ваше мнение в комментариях. Самое главное будьте здоровы. Всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok